Северяне паркуют свои ледоколы у дома и кормят с рук белых медведей. Мурманск и его уникальное предприятие Атомфлот часто становятся предметами шуток и ложных представлений. Однако, как утверждает наш корреспондент Максим Галямин, все стереотипы рано или поздно ружатся, особенно после экскурсии по закрытой для обывателя организации. О прошлом, настоящем и будущем Атомфлота следующий сюжет. Винты любого ледокола – расходный материал. Это только кажется, что замерзшая вода – не самое крепкое вещество. Но в действительности на агрегатах, движущих сквозь толщи белоснежного покрова, многотонное судно, лед оставляет огромные зазубрины. Таймыр сейчас стоит в доке на плановом обслуживании. Депутаты городского совета, которые пришли с экскурсии на Атомфлот, с любопытством рассматривают исполинские борта атомохода и фотографируют высоко задранный нос. Впрочем, этот визит народных избранников носит сугубо деловой характер. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков. Часть этих налогов остается в регионе и в городе. И, конечно, мы рассчитываем, что с ростом и развитием предприятия казна города и региона будет пополняться. Но это тоже дополнительные преимущества. От того, как беспрекословно, смирившись с непростой судьбой причалов, стоит легендарная Арктика. В развитии атомного флота сходу не верится. Судно первое в истории мореплавания, покорившее Северный полюс. Как и ледоколы Россия, и Советский Союз ждет очереди на утилизацию. У предприятия нет лишних средств, чтобы переоборудовать и содержать еще один музей. По примеру, Ленина, который без привлечения стал одной из главных достопримечательностей города-героя. Вопрос наличия средств и воли. Наше предприятие в настоящий момент полностью содержит атомный ледокол «Ленин». Это порядка 55-60 миллионов в год. Это такая социальная нагрузка для предприятия. Ну и содержать несколько музеев предприятия не способно. Но судьба старой Арктики до конца не решена. И надежда на лучший исход есть. Что точно известно, новый ледокол с таким именем придет в Мурманск через два года. А еще чуть позже в залив зайдет также построенный на Балтийском заводе «Сибирь». Впрочем, готовиться к долгожданному пополнению здесь уже начали. С точки зрения их базирования стоянки причал проблем нет. Вы видели, мы строим новый доковый цех для ремонта винторулевых комплексов уже и действующих, и новых ледоколов. Ведется активная проработка строительства нового дока. В существующие новые ледоколы не встанут. Также началось проектирование судна атомно-технологического обслуживания. Объявлен конкурс. Сейчас в Северных морях трудятся четыре ледокола и атомный лектировоз «Севморпуть». По счастливой случайности экскурсия застала на причавах «Вайгач». Встречает парламентариев лично капитан судна. Прежде всего делегация поднимается на самый высокий мостик, откуда открывается захватывающий вид на соседний с атомфлотом 35-й завод и авианосец «Кузнецов». Спасибо огромное саму атомфлоту за приглашение, потому что первый раз удалось побывать на ледоколе, ознакомиться с инфраструктурой. Среди пользователей интернета ходит много шуток по поводу парковки ледоколов суровыми жителями Мурманска. Но, как говорят специалисты, управлять такой махиной, не обладающей достойной аэродинамикой, довольно просто. Ведь команда, в том числе, учится этому в специальных классах-симуляторах. Что же касается плавания, то моряки не раз говорили, по льдам атомоходы идут как поезд по рельсам. Ну а заправлять топливом судно приходится всего раз в пять лет. Любой автомобилист может только мечтать о такой автономности своего транспортного средства.